Сегодня мы с вами поговорим, как достичь квалификации директора. Очень многие задают этот вопрос, но на самом деле мы сегодня с вами с одной стороны порассуждаем, с другой стороны поговорим о показателях, потому что много лет назад я делала свои... Знаете как, немножко начну с начала. Когда я только пришла, я делала очень много действий, которые не приводили к результату. Потом я просто-напросто, вот что мне говорил наставник, я просто, вот она мне говорит, я делаю. Я это повторяю очень много раз, что вот мне говорили, я делала. И я за три месяца открыла квалификацию директора. То есть я делала определенные технические действия, которые привели к результату. Потом долгое время я тусила, то есть мне нравилось быть в квалификации директора, мне нравился этот процесс, все было круто. Но наступил такой момент, когда я поняла, что директор для меня что-то большее, чем просто вот квалификация. И я начала задумываться, что же для меня очень важно, что же я хотела бы изменить в своей жизни. Потому что статус директор это практически ничего, это первая стадия вообще роста в компании Faberlic. И вот тогда мы действительно запустили, я начала обучаться в интернете и вообще в самом компьютере. Я даже не знала, где какую кнопочку нажать. Я не знала, как вообще, куда зайти, не дай бог. Я прям боялась и вздрагивала. Если вы еще до сих пор не приучаете себя к работе в интернете, то вы теряете очень много лет, потому что скорость работы именно в интернете, она ускоряется в несколько раз. И вначале это просто вложение своих сил и усилий, а потом это уже мощный и быстрый результат. Ну давайте перейдем к нашей уже теме и посмотрим следующий слайд. Что же такое вообще директор? Давайте рассмотрим эту ситуацию. Я и говорю, что такое. Не кто такой. Потому что первое, это самая первая высокая квалификация Faberlic. То есть это первый статус, когда вы действительно уже являетесь руководителем своей структуры. Это то звание, с которого начинают вас замечать в компании. Это то звание, благодаря которому ваша структура начинает говорить, ого, ты смог, у тебя получилось, я тоже хочу. То есть вот это первый план, как именно к построению серьезного и большого бизнеса. И многие пробуют дойти до этой планки, но делают слишком много ненужных действий, вот как перед этим было видео, как делала я, то есть больше, знаете, как ИБД, чем имитация бурной деятельности, чем на самом деле. Что же еще такое директор? Директор это от 3000 баллов. Это объем структуры. Это не лично вами сделанный. Хотя у нас есть люди, которые лично делают 3000 баллов. Не в моей структуре, но я знаю таких людей. Но все-таки я считаю, что настоящий директор это когда ты не просто такой супер продавец на 3000 баллов, а когда у тебя действительно есть команда, есть люди, партнеры и будущие директора, то есть рост бизнеса, потому что бизнес это когда работает вся команда, когда все вместе вы идете к этой квалификации. Что же такое еще директор? Это от 30-40 тысяч доход за каждый период, за каждый каталог, трехнедельный, двухнедельный. Если, предположим, у человека, достигшего квалификации директора, доход менее 30 тысяч, значит я могу сказать, что у него структура построена неправильно, неграмотно. Но об этом мы сегодня говорить не будем. Есть у меня отдельная тема, как это грамотно делать. Мы ее уже давали, ее можно посмотреть на нашем структурном обучающем сайте. Но вообще директор получает от 30 тысяч. Даже если директор получает 30 тысяч, значит у него большое количество лидеров и объем личной группы, то есть людей в его личной группе помимо лидеров очень мало. Поэтому многие строят структуры именно как лидерские, это их право. Многие строят структуру одного под одного, это их право. Но я сразу говорю, если вы пришли строить бизнес не только ради статуса, а еще и ради дохода, тогда если вы хотите действительно получать в месяц большую сумму, тем более сейчас компания сделала трехнедельный каталог и двухнедельный каталог, и получается, что если я за трехнедельный получила 160 тысяч, а за двухнедельный я получила 130 тысяч, то вот сложите вместе эти суммы, это получается более 200 тысяч. Но бывает и еще более. Поэтому квалификация директора, она должна быть не только квалификацией, она должна быть с хорошим чеком, который улучшит вашу жизнь. Поэтому очень важно грамотно строить структуру. Следующее. Что такое директор? Это от 760 тысяч рублей годовой доход. Он может быть и более, потому что там будет зависеть от того, насколько быстро вы будете каждый период подтверждать квалификацию и получите бонусы. Начнете ли вы расти или будете быть на этой квалификации. Если вы будете только на этой квалификации, то доход годовой это где-то от 760 тысяч рублей. Вообще директор может иметь и более 1 миллиона рублей в год. Поэтому это вам как показатель для того, чтобы когда люди говорят, я хочу зарабатывать, я задаю вопрос, вы хотите зарабатывать каждый период такую сумму, или пока на первом этапе вам достаточно было бы годовой доход. И мы уже там договариваемся. Поэтому обратите внимание для себя, нужен ли вам годовой доход более миллиона рублей. Я считаю, что это очень здорово, это замечательно. Что такое еще директор? Это 55 тысяч рублей квалификационный бонус. Если вы, например, не включились в быстрый старт, или вы не прошли по стадии быстрого старта, то тогда вы можете получить 55 тысяч рублей, когда вы подтвердите 8 периодов эту квалификацию. Это можно делать каждый период. Тогда вы получите 8 подряд, на 9 вы получаете 55 тысяч плюс к 30 или к 40 тысячам рублей. То есть у вас получится, это уже порядка 60, 70, 90 тысяч рублей за 3 недели. Это я считаю, очень круто. Но точно так же компания дает добро, разрешает в течение года, в течение 19 периодов, подтвердить 8 раз в течение 19 периодов эту квалификацию. То есть сделать более 3000 баллов. И тогда, как только у вас получится, что 8 период вы подтвердили, на 9 вам сразу же выплачивается вот эта сумма. Что такое еще квалификация директора? Это особые поздравления, это особые признания заслуг, это и на сайте Фаберлик, и это и от команды, это и вручение значка и чека. Там очень много таких стадий, очень приятных, когда ваша фотография, ваше имя звучит на мероприятиях. Вы знаете, когда мне кто-то говорит, что для меня это не важно, то я считаю, что он лукавит. Потому что если посмотреть, вот я сама помню, когда я работала на простом предприятии, на заводе, была оператором станков программного управления, и я сама работала и старалась делать так, чтобы моя зарплата была больше, я создала специальную программу, чтобы у меня производилось больше деталей, мои роботы настроила так, чтобы они делали больше деталей, и я хотела поощрений. Но поощрения были минимальные, и вы, наверное, об этом знаете. Поощрения бывают, премии небольшие, может быть, где-то добавление, как говорится, к зарплате, ну, может быть, вымпел какой-то, но очень редко, когда идет на предприятие вот поздравление и восхищение вами. И когда вы получаете вот это поздравление, именно уникальное, с квалификацией директора, вот такое состояние, знаете, как внутреннее наступает, что хочется еще больше сделать, хочется еще большего добиться, потому что ты понимаешь, что тебя ценят, уважают и восхищаются тобой. Вы знаете, что мы на структурных собраниях всегда поздравляем свои команды, простите, и дарим различные подарки. То есть это особое поздравление и особое признание заслуг. Что же еще такое квалификация директора? Это возможность быть на особых мероприятиях, обучениях. Многие говорят, мне не нужны такие мероприятия, и они тоже лукавят. Они просто, может быть, даже не лукавят, они просто не знают, что это такое. Я открыла квалификацию директора только после того, когда я съездила в Москву на мероприятие, и вот подарок был от моего наставника, билет мне на банкет. И я, конечно, мы немножко слукавили и сказали, что я директор, хотя на самом деле еще вообще близко не была директора. У меня всего было, по-моему, там 400 или 600 баллов. Но я попала вот именно в то место, где были директора, драгоценные директора. Был президент Алексей Геннадьевич Нечаев. И вот когда я туда попала, я была поражена вот этим общением. То есть быть рядом с людьми, которые развиваются, которые воспитаны, которые интересны, которые грамотны, которые... Вот знаете, они какие-то особенные. С одной стороны, они такие же простые, как и мы, такие же люди, как и мы, но с другой стороны, они это сделали, они это достигли, и вот с ними очень приятно общаться и быть в этом окружении. Точно так же у нас от компании были подарки раньше за квалификацию директора, это поездки. Сейчас только с драгоценной квалификацией. Но раньше было такое, возможно будет, не знаю. Так вот, когда наша компания вывезла 3000 человек в Египет, директоров и драгоценных директоров, и мы были все вместе вот на белой вечеринке, на обучениях, делились опытом, общались, вместе просто в кулуарах где-то разговаривали и друг с другом делились. Вот это удивительные вещи, когда попадаешь вот на такие мероприятия. И поэтому, когда вы делаете директора квалификацию, то у вас есть уникальный шанс попасть на подобные мероприятия, на особые мероприятия и на особое обучение. Потому что вот бывает, компания прям дает такой шанс для директоров и вызывает их. Смотрите еще какой момент. Я просто почему вам об этом рассказываю, конечно это было давно, но в любом случае я помню это состояние, когда я сделала эту квалификацию, когда меня поздравляли, и как мне было это приятно. И действительно, вот знаете как, может быть, состояние, что я смогла. Вообще квалификация директора для каждого это свое понятие и свое достижение. Поэтому прежде чем я приступлю к следующему слайду, возьмите, пожалуйста, листок и ручку и запишите себе одну такую фразу определить, что для меня директор. То есть зачем мне быть директором. Потому что чем правильнее вы определите, зачем нужно это именно вам, тем быстрее вы этого достигнете. Потому что пока вы не понимаете, зачем вам идти к квалификации, вы ее никогда не достигнете. Вот честно вам говорю, потому что нужны особые действия, нужны особое терпение. Это не так просто. Хотя в принципе это просто. Но как только вы видите и понимаете, что вы хотите сделать эту квалификацию, сразу же все способы приходят. Сразу же приходят те люди, которые включаются вместе с вами в рост, и вы достигаете этого. Итак, возьмите, пожалуйста, листок и ручку и запишите себе вопрос. И это вы уже потом подумаете на досуге сами с собой. Зачем я хочу быть директором? Это самый важный и главный вопрос, прежде чем достигать. И у каждого этот вопрос, и соответственно ответ будет свой. Но сейчас мы с вами еще поговорим по поводу другого. Вот несколько вопросов вам необходимо будет задать самим себе. Смотрите, коллеги, Я сейчас буду зачитывать вопросы, а вы себе делайте пометочки. Первый вопрос. Задайте себе, зачем я хочу быть директором Фаберлик? Пометку для себя сделайте в тетради и потом подумайте на эту тему. Второй вопрос. Что мне эта квалификация даст? Лично для меня что? Вот, например, кто-то хочет признания, кто-то хочет большого дохода, кто-то хочет поездок, кто-то хочет доказать самому себе, кто-то хочет доказать своей семье, кто-то хочет, вопреки кому-то, те, которые не верят и говорят, у вас не получится, вопреки им это сделать. Это очень важный вопрос, определить для себя, что именно вам даст квалификация директора. Лично для вас, не для всех остальных, а лично для вас. Третий вопрос. Достигнув квалификации директор, что я смогу изменить в своей жизни и в жизни моих близких к лучшему? То есть вот это тоже очень важный вопрос, потому что когда вы делаете, когда вы идете к этой квалификации, вам нужно понять, когда вы ее достигнете, как вы будете жить, какие вы будете, что благодаря тому, что каждый период вы будете получать от 30, 40, 50, 60, 100 тысяч рублей, что вы сможете изменить в своей жизни и в жизни своих близких людей? Если вы это определите, вам легче будет туда идти, к этой квалификации. Четвертый вопрос. Через сколько времени я хочу стать директором? Это один из самых важных вопросов, потому что если у вас не определены временные рамки, то вы так и будете на том месте, на котором вы находитесь. Возможно, вы будете прирастать, возможно, вы будете двигаться, но дойти... Вот знаете как? Вот, например, пример такой приведу. Когда... Поставьте, пожалуйста, восклицательные знаки, у кого есть машина. Кто водит машину? Поставьте восклицательный знак. Я просто хочу понимать, есть ли у нас водители. Есть, отлично. Вот смотрите, когда вы садитесь за руль и, например, едете в другой город, то вам очень важно понимать километраж до этого города для того, чтобы правильно заправиться, чтобы где-то не застрять посреди дороги. Вот квалификация директор это точно так же. Вы должны в показателях знать, к какому времени вы туда придете или к какому времени вы туда дойдете. То есть какая дата, какой месяц, какой период, когда вы этого хотите. Через год, через два года, через три года. А может быть, вы хотите через три периода, а может быть, вы хотите через шесть периодов. Вот это очень важный вопрос для себя поставить, через сколько вы хотите достичь квалификации. Следующий вопрос. Какое следующее достижение у меня будет после квалификации директора? Есть такая проблема у многих. Ставят люди себе планку достичь квалификацию, но не задумываются о следующих целях и о следующих квалификациях. И из этого вытекает такая ситуация. Как только достигает человек этого звания, он повисает на нем очень длительное время. У меня так было. Я достигла быстро, но я много лет висела в этой квалификации. Я вам серьезно говорю. Я не понимала, почему я не расту. Я не понимала, что со мной происходит, что я делаю не так. Ведь я работаю, но я не росла. И я только потом поняла, что у меня не было прописано следующие достижения, следующие звания и следующие доходы и чеки, которые я получу. А еще те признания, которые я получу. А еще те большие цели, которые я хочу реализовать благодаря компании Faberlic, благодаря квалификациям. Вот важный этот момент. Поэтому подумайте, какое следующее достижение у вас должно быть. Может быть, это будет статус старшего директора. Может быть, это будет сразу вы поставите планку золотого директора. А может быть, самый амбициозный человек пропишет себе план именно квалификацию генерального партнера. Самую высокую квалификацию, в которой 55 миллионов рублей только бонус. За директора 55 тысяч, а за звание генерального партнера 55 миллионов только за этот статус. Поэтому подумайте, посидите над этим вопросом. Он очень важен. Да, и там, знаете как, там помимо того, что бонус 55 миллионов, там каждый каталог доход от одного до двух миллионов рублей каждые три недели человек получает. Представляете? А если еще посчитать все эти бонусы, которые он соберет, пока туда дойдет, и все те доходы, которые он будет получать каждый каталог, то, знаете, раньше, если я говорила, можно купить маленький броневичок, я думаю, что там можно, знаете, как луну купить, потому что там ого-го, какие цифры. И я знаю, что некоторые люди, ставя себе цель, почему-то ставят, вот квалификация, но не думают о том, зачем нужна эта квалификация, потому что человек может использовать фаберлик как инструмент для достижения своей мечты, для реализации своей мечты. Может быть, кто-то хочет открыть какой-то там, я не знаю, может быть, хочет открыть какой-то большой магазин какой-нибудь, или какой-то центр определенный, может быть, или, ну вот что-то такое. Почему не сделать так, чтобы зарабатывать в фаберлик, но параллельно открыть другой бизнес? И инвестиции, благодаря доходам в фаберлик, инвестировать туда. Это тоже возможно. Это ведь не возбраняется. То есть подумайте в этом моменте, что дальше будет, когда вы достигнете директора. Следующий вопрос. Сколько лидеров в моей структуре также достигнут директора и выше? Очень часто многие себе ставят планку квалификация директора и таким способом, знаете, как перекрывают кислород своим консультантам, своим потенциальным партнерам, которые пришли, хотят строить бизнес. Потому что вы не ставите их в свои планы, вы не даете им возможности роста, потому что вы не задумываетесь, сколько будет таких партнеров в вашей структуре, которые тоже будут достигать в начале директора, а потом пойдут на генерального партнера. То есть убрать надо вот этот потолок и прописать себе то количество людей, которых вы хотите осчастливить, чтобы они также могли достичь высоких квалификаций и улучшить и свою жизнь, и жизнь своих близких. Поэтому подумайте. И не знаете как, и ни в чем себе не отказывайте. Вот не отказывайте, не бойтесь этих цифр. Это ваше, знаете как, я бы сказала, что это не столько планы, сколько стратегия ваша. И когда вы чем больше пишете цифры, чем больше квалификаций, чем больше количество партнеров, тем больше вы видите, сколько нужно сделать и в какие сроки это можно сделать. Потому что если вы не ставите высокие планки, то вы, знаете как, есть такое правило, хочешь прыгнуть до луны, ой, хочешь перепрыгнуть через забор, прыгай до луны. Ты однозначно перепрыгнешь. Поэтому обязательно вот поработайте над этим вопросом. Следующий вопрос, очень важный. Сколько часов в день я готов вкладывать? Я не говорю затрачивать. Многие говорят, я затратил столько-то времени. Ну, наверное, затратил, потому что результата нет. Я вкладываю каждый день определенное количество часов для достижения своей цели, своей цели, которая у меня прописана. Если у вас прописана, не прописана цель, ее надо прописать. Если вы ее пропишите, то обязательно нужно определить, сколько времени вы готовы вкладывать в то, чтобы эта цель была достигнута. Потому что это ваша цель. Это ваши будут преимущества. Это ваши будут радости в жизни и радости ваших близких, когда вы это достигнете. Следующий вопрос. От чего я готов отказаться, чтобы стать директором и выше? Вот этот вопрос мне задали много лет назад, когда я вот уже пришла в Фаберлик, уже была два с половиной года в компании, но тогда еще была русская линия, как привилегированный покупатель. И когда я для себя определилась, что я хочу попробовать строить бизнес, мне задали вопрос, от чего ты готова отказаться, чтобы стать директором и выше? Я тогда очень долго думала, но я нашла в себе вот эти вот моменты. Я нашла, что я готова отказаться от телевизора. Я готова отказаться от бесполезных разговоров по телефону. Вот просто, когда часами просто разговариваешь ни о чем. Я готова отказаться от встреч с теми людьми, которые портят мне настроение, которые не хотят радоваться вместе со мной и не верят в меня. Я отказалась вот от многих каких-то факторов, от каких-то даже праздников, только лишь для того, чтобы достичь своей цели. Но это я сделала осознанно, и это можете вы сделать только вы. Потому что иногда, когда я говорю, например, вот будет мероприятие, будет обучение, и мне кто-то говорит, ой, простите, я на это время запланировал погулять с ребенком. Я все понимаю. Мы заранее даем расписание для того, чтобы спланировать свое время. Раз у нас идет обучение, например, 18.00, значит, с детьми можно погулять чуть пораньше или чуть попозже. То есть попробуйте планировать свою жизнь. Когда вы начнете планировать свою жизнь, не отказываться от близких, а планировать, тогда вы увидите, что и близкие ваши будут довольны, и вы будете достигать цели, и у вас все будет выстраиваться грамотно и четко. Последний вопрос, который я хотела бы вам задать, задайте точнее самому себе, чем я поощрю себя за достижение квалификации директора. Это очень важный вопрос. Одно дело, другие вас поздравят. Одно дело, кто-то вам подарит подарки и какие-то призы. Другое дело, что вы себе возьмете, купите на эту сумму денег, первую, которую вы вдруг неожиданно хоп, и получите. Вот обязательно это важно. Может быть, полную сумму вы потратите на себя, может быть, часть какую-то денег вы на себя вложите, себя нужно поощрить. Может быть, вы поедете куда-то, может быть, вы в конверт вложите в определенный, например, на свою цель. У меня, например, есть цель одна, вот у меня была цель купить машину, и я вкладывала на море, конечно, вот знаете как, когда я хотела очень сильно купить себе машину, сама купить, сдать на права, и я откладывала в конверт деньги, пока я достигала определенных квалификаций. Не просто директора, а выше и выше и выше. Я вкладывала определенную сумму, вначале маленькую, потом побольше, вначале хрустящие денюжки. Но я это вкладывала, потому что я понимала, что я это хочу. Сейчас я езжу на машине, я получаю удовольствие. Моя машина стоит миллион семьсот. Когда я училась на права, так получилось, что я отдала за обучение, за сдачу сорок пять тысяч. То есть я смогла позволить себе, потому что у меня это было в целях. А некоторые люди, например, планируют поездку с семьей на море, или куда-то планируют поездку, куда-то за рубеж. И это тоже очень важно. Поэтому вот этот фактор очень важен в принятии решения. Потому что когда вас будет что-то греть, и вы будете понимать, я вот это смогу себе взять, я смогу себе это позволить сам, не вытергивая из своего собственного семейного бюджета, знаете, как это душу греет, особенно тогда, когда что-то не получается. Когда, например, кто-то вам скажет, что у тебя никогда не получится, вы просто себе не сможете позволить не двигаться дальше. Поэтому вот девятый вопрос, он особенно важен. Хотя все вопросы очень важны. Потому что наступило время действовать. Я вам точно скажу, что начиная с этого каталога, вы посмотрите, какие каталоги удивительные и вообще уникальные, вкусные. А следующий какой? Вам надо... Напишите, пожалуйста, кто-нибудь, чтобы перезагрузились, чтобы я не отвлекалась. Вот смотрите, какие вкусные каталоги. Они настолько красочные, сколько акций, огромное количество от компании. Поэтому время действовать пришло. Нужно просто принять решение и определиться с этими вопросами. Мы потом дополнительно эти вопросы сбросим в наши чаты. Те, кто не присоединился к нашим чатам, у нас есть скайп-чат, у нас есть телеграм-чат. И присоединяйтесь, пожалуйста. Коллеги, если вы можете быстро сориентироваться, сбросьте, пожалуйста, ссылочку в чат, скайп-чата и телеграм-чата, чтобы те люди, кто не присоединился, присоединялись, мы там сбросим вот эти вопросы, чтобы вам было легче. Давайте посмотрим дальше. Ум, отлично. За ира, это здорово. Смотрите, вообще в целях очень важно, самое трудное, это принять решение и вот действительно от чего-то отказаться и вот принять для себя какие-то правила. То есть взять ответственность на самого себя, не на наставника, не на своего директора, не на своего мужа, не на свою маму, взять за себя ответственность, взять, сказать, я это сделаю, что бы мне этого не стоило, я буду это делать. И знаете как, прописать определенные правила. Это самое трудное, а остальное просто достаточно упорства и у вас обязательно получится. Потому что все люди, кто достиг уже этого статуса, все директора, кто достиг этого статуса и пошли дальше, они знают, что упорный труд, упорство, терпение приводят к результату. И приводят к результату еще каждодневные кропотливые действия. Каждодневные. Давайте посмотрим вообще статистику и показатели по росту. Я очень люблю вообще технический способ построения бизнеса, хотя я очень люблю общаться. Я понимаю, что MLM это бизнес, MLM отношения, знаете как, взаимоотношения, общение друг с другом. Но если вы пришли строить бизнес, одно другому не мешает. Вы можете общаться, но вы должны четко знать показатели, которые приводят к результату. Итак, самый важный показатель, на который необходимо всегда обращать внимание, это ваша база консультантов. То есть то количество консультантов, которые находятся в вашей структуре. Во-первых, вам нужно его определить для себя, какое у вас есть. Во-вторых, вот показатели для достижения директора. Мы на одном из занятий говорили, что в принципе достаточно 150 консультантов, чтобы достичь директора. Но там нужно прям вот, чтобы каждый делал определенные действия. Но бывают ситуации, когда, например, пришли к вам привилегированные покупатели, которые просто пришли пользоваться. И они в один каталог берут заказы, а в другой не берут. Поэтому это нужно очень важно учитывать. И поэтому... Четко, супер, все. Видео нету. Я с фотографией. Поэтому не переживайте. Главное, чтобы вы меня слышали и видели презентацию. Смотрите. Могут люди какие-то в один каталог делать заказы, а в другие угоне делать заказы. Если вы рассчитываете, что каждый консультант в вашей структуре будет делать регулярно, не факт. Поэтому 150 консультантов вообще это в легкую полторы тысячи баллов. Это статус вице-директора. Это как раз тот первый статус, с которого можно уже оформлять индивидуального предпринимателя. И уже получать живые деньги себе в карман на расчетный счет. Снимать и ихми пользоваться. Уже с полутора... Почему с полутора? Потому что с полутора тысяч это уже доход свыше 20 тысяч рублей. То есть это такая очень хорошая планочка. Если грамотно, еще раз повторяю, если у вас грамотно выстроена структура, а не сделана просто один под одного, хотя такой метод приводит к быстрому росту. И если у вас, предположим, не одна лидерская структура, а есть структура потребителей, есть структура ваша личная группа, тогда очень хороший чек можно получать. И с этого момента можно уже заключать контрактизацию с компанией, заключать договор, открывать индивидуального предпринимателя, платить всего 6% налогов. Это не так много за год. Платить в пенсионный фонд, но это пенсионное, это все равно откладывается к вам. И поэтому в этом плане здесь очень удобно. Смотрите, 300 консультантов. Это вот по статистике я вам говорю. Если у вас не получается эмоционально выстроить структуру, приведите просто 300 консультантов. Это в легкую 3000 баллов. Это как раз квалификация директора. То есть вот определите, сколько у вас сейчас консультантов и сколько вам нужно. Сколько еще нужно консультантов для того, чтобы в легкую сделать 3000 баллов. Если ваша структура 300 человек, конечно, будет делать по 100 баллов, это будет 30 тысяч баллов. Но я вам точно говорю, что не все будут делать по 100 или по 50. Будут те, которые делать будут и по одному, и по 5 баллов. А вы будете на них рассчитывать, и настроение будет портиться. Поэтому просто попробуйте статистическими данными работать. Смотрите, если, предположим, вы делаете сами 300 человек, приводите консультантов, и еще плюс 300 консультантов приводит ваш лидер, то в вашей структуре вырастает директор, и вы становитесь в звании старшего директора. Знаете как, это не обязательно от компании, это не от компании 300 человек. Это как статистика. Все ли меня понимают, что это, я просто показываю статистические данные. Мы просто анализировали, и эти показатели на самом деле дают такие результаты. Все отлично. А то вдруг кто-нибудь мне потом спросит, что нужно обязательно. Не обязательно. Но если это у вас будет, то я вам даю гарантию 200%, даже 500%, что у вас будет точно 3000 баллов. Но если вы будете с людьми работать, а не просто приведете, знаете как, мертвые души в кавычках, потому что очень многие приводят мертвые души, и с ними практически не работают. Так вот, смотрите, если вы приведете 300, и ваш лидер приведет 300, вот вы уже старший директор, под вами вырос директор. Если, предположим, два лидера ваших за вами пойдут и приведут по 300, и вы приведете 300, вот вам, пожалуйста, еще два директора, и вы уже следующее звание, серебряный. И точно так же можно по следующим квалификациям планировать вот эти показатели. Поэтому первое, что вам нужно сделать, это себе запланировать 300 консультантов. Но дальше мы будем с вами смотреть еще некоторые показатели. Как это сделать? Вот смотрите, если приходить, будет новых консультантов, приход, вот второй показатель, который важен для роста, это приход новых консультантов. Если у вас каждый период не приходят новые консультанты, коллеги, ну, я не смогу даже вам гарантии дать, что вы когда-то сделаете директора. Никогда. Обязательно должны приходить новые консультанты каждый период. Я вам это точно говорю. Вот гарантию вам даю. Вот если кто-то подумал, что это будет халява, плиз, то есть я пришел, я ничего делать не буду, и вдруг у меня, я стану зарабатывать миллионы. Да неправда. Вот, ну, неправда. Не бывает такого. Любая работа подразумевает работу. Неважно, колеса вы продаете, это работа. Полы вы моете, это работа. Да, да. Некоторые говорят, вот я пришел, вот я король, я бог, почему я не расту? Я задаю вопросы. Хорошо, а сколько новых консультантов вы привели за прошлый период? Задайте себе этот вопрос. Сколько новых консультантов вы привели за прошлый период? А в этом периоде сколько вы привели? Вот посмотрите статистику. Если каждый период приводить не менее 10 новых консультантов, то даже если по 10 хотя бы в период, то за полтора года вы откроете квалификацию директора. Если вы полтора года находитесь в компании и не директор, посмотрите, пожалуйста, что вы не делаете. Посмотрите. Если, например, каждый период приводить не менее 21 нового консультанта, конечно, а почему нет? Массовый рекрутинг, да, дает шикарный результат. Правильно Нелли говорит. Он у Нелли делала массовый рекрутинг и открыла квалификацию за 6 каталогов. Просто массово рекрутировала и приводила. Вот пример живой, который человек за 6 каталогов открыл квалификацию директора. Сейчас чуть больше года она и уже старше. Смотрите. Если каждый период не менее 50 новичков приводить в структуру, я не говорю, что лично вы в структуру каждый период не менее 50 новичков, то за 6 периодов вы директор. Если каждый период не менее 100 новичков, то за 3 периода вы сделаете уже квалификацию директора. Я вам говорю... Вы знаете как? Может быть меньшее количество, но качество лучше. Может быть такое, что при меньшем количестве новичков, но качественно лучше, больше закупки делают, больше продажников пришло. Тогда да, я ничего не говорю. Но я вам говорю, как сделать в легкую. Если вы хотите сделать в легкую, достичь квалификации директора, смотрите, через сколько вы хотите это сделать. Если через 6, то поставьте себе план 50 новых консультантов каждый каталог, каждый, вот то есть 6 периодов, и каждые 6 периодов по 50 новых консультантов. У вас получится 300. Никаких проблем. Следующий важный этап для роста это выявление лидеров в структуре. Это очень важно. Если вы будете все делать на себе, нести, знаете как, то в конечном итоге вы просто устанете, вы, ну, знаете как, в кавычках скажу, крякните, потому что это будут крысиные бега, потому что вы будете приводить большое количество потребителей и людей в структуру, да, но тогда вам нужно или приводить каждый период не менее 200 человек, или вам нужно просто-напросто уже, знаете как, нанять кого-то по прозвону этих людей и по мотивации этих людей, потому что привилегированный покупатель приходит пользоваться, и не каждый будет делать именно то количество баллов, которое нужно. Поэтому обязательно выявляйте лидером в своих структурах. Один лидер, один лидер, если вы его выявите и будете с ним заниматься, если только с одним, то тогда я вам говорю, что у вас будет постоянный бег на ускорение, потому что объем личной группы ваш должен быть постоянно больше, чем у этого лидера. должна быть разница в процентах. Если у вашего лидера 200 баллов, у вас должно быть не меньше 600. Если у него 600, у вас должно быть не меньше 1000. И то это мало, потому что чек тогда будет маленький. И вы в постоянной, вот в этой гонке будете лететь, бежать. Поэтому с одним лидером это хорошо, когда у вас есть лидер. Но если он один, имейте в виду, что он вас будет подсиживать. У меня была такая ситуация, вот в самом начале, когда я открыла квалификацию директора. Не повторяйте моих ошибок. Я открыла, но я получала маленький чек, я не понимала, что происходит. Подо мной вырос директор, мощный директор, но я не понимала, почему у меня вообще такой маленький доход. Потому что просто-напросто мой директор меня посадил в корзинку. Я, да, я была в корзинке, я получала только проценты со своей личной группы, а со своего директора проценты я не получала. Поэтому не повторяйте этих ошибок. Не растите только одного лидера. Если у вас появился лидер, радуйтесь, лелейте его, любите, помогайте, но сразу начинайте искать новых. Лучше, если вы сразу же заложите в своей структуре не менее пяти или десяти лидеров, пусть они будут маленькие, пусть у них будет разная скорость, но если вы заложите пять, а потом постепенно будете искать, чтобы еще пять, чтобы у вас как минимум десять лидеров было, то это будет, вы сможете благодаря этому регулировать объем личной группы своей. Соответственно, доход, я была в корзине, не в корзине, а когда у вас вырастает директор, хороший вопрос, когда у вас вырастает директор под вами, то есть под вами вырос директор, то у вас, помимо этого директора, должен быть объем не меньше двух тысяч баллов. Только тогда вы будете получать проценты, 23 процента, будете получать проценты за объем личной группы и пять процентов вы будете получать за объем работы директора. Если у вас меньше двух тысяч баллов, значит вы за директора не получаете, вы сидите в корзинке. И почему я вам говорю, что когда строится структура один под одного, на первоначальном этапе это здорово. Вы вначале быстро начинаете расти, это только на первом этапе хорошо, но потом вы садите друг друга получается в корзинку. И человек, достигая высокой квалификации, даже хорошей квалификации, две тысячи баллов, полторы тысячи, получает очень маленький чек, практически как двухсотбальник или как стобальник. То есть это очень-очень маленький чек. Это отдельная тема по маркетинг-плану. Спасибо за вопрос. Мы обязательно дадим эту тему, чтобы было более понятно. Поэтому если у вас один лидер, это хорошо, я поздравляю, но бейте в набат. Должно быть не менее пяти или десяти лидеров вашей первой линии. Первой, не второе, третье, пятое поколение. Первый, которые зарегистрированы под вами. Тогда вы всегда будете иметь высокий доход и у вас будет высокообъемная скидка от компании. И вы всегда сможете регулировать объем личной группы, когда у вас мощно начнут расти ваши директора. То есть когда ваши директора начнут расти, лидеры, до директора, то вы будете жить спокойно. Вы будете радоваться за... ну как спокойно? Вы будете просто радоваться за ваших директоров и вы не будете бояться за то, что вы получите маленькую, очень маленькую объемную скидку. Это очень важный фактор. Если у вас будет от 5-10 лидеров, то это вам сулит открытие постоянное новых квалификаций в ускоренном режиме, то есть как вот сейчас происходит, у нас очень многие сейчас директора так делают, открыли одну квалификацию, еще не успели подтвердить, например, директора, уже открыли старшего, еще старшего не успели подтвердить, открыли серебряного, еще серебряного не успели подтвердить, открыли золото, вот как я, например, открыла квалификацию золота, золотого директора, еще не подтвердила в определенный момент и открыла квалификацию рубина, потом подтвердила золото, сейчас подтверждая рубина, точно знаю, что скоро открою квалификацию следующую, бриллианта. Вот эта возможность иметь в личной группе, в первой линии несколько лидеров, развивать их, растить, лелеять, любить, помогать им, вот это дает возможность и вашим людям, вашим лидерам расти до квалификации, и вам для того, чтобы спокойно делать новые квалификации и идти именно к высоким самым званиям. Следующий, четвертый момент для роста необходим, это наставничество и сопровождение, об этом у нас огромное количество тем, мы давали много-много-много уроков. Я здесь не буду заострять внимание, но назову несколько, два пункта, которые очень важны. Это обязательные, каждодневные прозвоны консультантов. В зависимости от количества ваших консультантов в вашей структуре, определите, сколько консультантов в день вы прозваниваете. Если у вас, предположим, ну предположим, у вас 10 консультантов в структуре пока что, то есть у вас, в принципе, есть возможность или 10 за один день прозводить, и вы ускорите этот процесс, или вы можете раскидать, например, в один день трое, в другой день трое, в третий день трое, поэтому у вас займет это, ну самое большое, час. Вы нормально пообщаетесь, зададите вопросы, то есть каждый период обязательно нужно звонить консультантам, обязательно спрашивать, может быть нужна помощь, может быть посоветовать, особенно когда новички, это очень важный фактор. Сейчас у меня очень большое количество консультантов и новичков приходит, я просто понимаю, насколько я физически не успеваю, поэтому если здесь находятся мои новички, простите меня, пожалуйста, я правда, я просто не успеваю, но я смотрю, слежу за вами, я вижу, кто как двигается, и где-то смс-ки присылаю, то есть если я не могу позвонить, то я по крайней мере звоню тем, кто ко мне обращается с вопросом, это раз. Второй момент, я обязательно делаю смс-рассылку, электронную рассылку, то есть я работаю с новичками, и вы должны работать как наставники со своими консультантами, это обязательно правило. Если вы будете им звонить, то вы узнаете очень много, какие есть проблемы, и может быть для человека это огромная проблема, громадная, а для вас это всего лишь два слова, которые вы ему скажете, и он скажет, и все, я говорю, и все, как, например, кто-то говорит, не могу оплатить, все, не буду ничего брать, я звоню, говорю, давайте проведу вас, я веду по телефону за руку, человек оплачивает и говорит, и все, я говорю, и все, и все, и у человека сразу настроение поднимается, поэтому обязательно занимайтесь каждый день прозвоном своих консультантов, по разным моментам и факторам. Второе, это обязательно помощь, особенно на первоначальном этапе, когда новички к вам приходят, многое не знают, даже они могут, знаете как, они могут зайти на наш сайт для новичков, они могут пройти там, сделать обучение, посмотреть видео, и все равно наткнуться на какие-то проблемы, поэтому ваша помощь и поддержка очень важна, как наставника, потому что ваш директор, он не может физически просто вот такое количество прозвонить, поэтому если вы возьмете на себя ответственность, и вы хотите сделать квалификацию, то обязательно возьмите на себя ответственность за своих консультантов. Это обязательно обучение, обучение может быть очень маленьким, то, что вы знаете, вы рассказали, или включение в процессы обучения, который мы, кстати, в следующей неделе запускаем специальную школу для новичков, она у нас будет проходить, вам мы облегчим труд, но нам нужны будут спикеры, которые будут нам помогать в этом. Вот я как раз в такой ситуации, ага, от наставника никакой обратной связи. Напишите мне, Надежда, никаких проблем, напишите мне, мы с вами разберемся и все сделаем, потому что, вы знаете как, мы специально создали именно чаты для того, чтобы помогать друг другу, и те, кто включился и в скайп-чат, и в телеграм-чат, даже если наставник, например, что-то не позвонил, то можно задать там вопрос, и любой лидер, который находится, любой консультант, который прошел этот этап, помогает. Вот в этом и заключается командное взаимодействие. Кто на связи, тот и помог, не важно, кто чей. Вот это важно, поэтому присоединяйтесь. Обязательно включение в наши ресурсы. Это мы будем показывать именно для новичков. Специально на школе новичков мы будем показывать, какие у нас есть ресурсы и как в них включиться. Это каждый понедельник у нас будет такое обучение. Поэтому, если вдруг ваш наставник с вами, ну, не совсем не так поступает, то вы не поступайте так, как поступает ваш наставник. Возьмите на себя ответственность. Это очень хороший момент будет для ваших людей. Давайте двинемся к следующему моменту. Коллеги, если есть вопросы, задайте, пожалуйста. Может, я двинусь дальше. У нас времени мало, а я еще не все закончила. Есть ли вопросы? Если да, напишите. Если нет, поставьте плюсик, я буду понимать, что вам все понятно. Отлично. Ой, спасибо большое. Смотрите. Вообще комплекс инструментов для автоматизации MLM бизнеса, даже независимо от того, что у нас столько много ресурсов в нашей команде, которые мы вам предоставляем, и кто-то знает их, а кто-то до сих пор не знает, даже несмотря на это, вообще есть комплекс, который очень хорошо работает для достижения квалификации. Первое. Это войск партнеров, то, о чем я вам говорила, как вот на этой картинке показано. Именно партнеров. Тогда вы точно будете вместе в команде работать. Это передача информации, которую вам передал ваш наставник, или которую вы изучили на каком-то вебинаре, или вы где-то прочитали, где-то нашли интересную информацию, вы должны обязательно поделиться. Или, например, у вас появился опыт просто элементарно правильно пробить заказ, поделитесь со своим консультантом, то есть передачи информации. Третий момент – это обучение новичков, или включение в ресурс, или обучение, то, о чем я вам говорила. И четвертый пункт – это система дубликации. То есть, если вы то, что вы получили для себя, передадите своему каждому новичку и каждому своему консультанту, то, что вы знаете, уже умеете, то вы увидите, насколько быстро это начнет двигаться. Видите, внизу картинка прям визуально очень хорошая показывает. Это вот, если представьте такую картинку, люди стоят на ступеньках, и нужно просто передать, например, вот они передают информацию, а если передать мячик? Я получил мячик, передал мячик своему консультанту, и рассказал ему, что он должен передать этот мячик своему консультанту. И тот тоже так же должен сделать, и тогда будет процесс дубликации, и тогда будет очень легко вам расти, развиваться и достигать высоких результатов. Давайте двинемся дальше. Давайте сейчас, смотрите, коллеги, сейчас я, может быть, немножко, может быть, кому-то испорчу настроение. Я готова на это, потому что, знаете как, есть конструктивная критика. И если кто-то, например, на конструктивную критику обижается, ну, то зря, потому что именно конструктивная критика дает возможность определиться, где вы делаете что-то не так, что вы не достигли чего-то. Вот смотрите, вы проверьте свои действия, свои показатели. На этом примере, который я расскажу. Например, задайте вопрос, сколько новых консультантов приводите вы за один период. То, о чем мы говорили ранее. Второй вопрос. Задайте, сколько новых консультантов приводят ваши консультанты за один период. То есть вы сколько приводите, и сколько приводят они, и приводят ли вообще. Если вы не приводите, а приводят ваши консультанты, ну, значит, они вас посадят скоро в корзинку, потому что вы, получается, обрадовались, что у вас появились лидеры, ничего не делаете, то, о чем я вам говорила. Вам придется все время в гонках быть. Если вы приводите, но ваши консультанты не приводят, значит, вы не передали им информацию, значит, вы им не показали те преимущества, которые они могут получить. Не вы, а они могут получить. Давайте представим, что, например, пять новых консультантов вы за один период приводите. Мы будем считать, что лично вы просто. Вот если вы пять новых консультантов, кто готов признаться, что у него в период пять новых консультантов приходит? Не более пяти. Если кто-то хочет, может написать. Если не хотите, не пишите, без разницы. Но на себя перекладывайте. Смотрите, если вы приводите всего пять новых консультантов в период, то в одном... Давайте посчитаем. Статистику сделаем математическую. В одном периоде у нас три недели. Иногда бывает две. Но в основном три недели. Один каталожный период. Три недели. Каждая неделя это семь дней. Поэтому три недели мы умножили на семь дней. Получилось 21 день. Если вы приводите пять новых консультантов за 21 день, то мы 21 день делим на пять. Это получается за четыре дня вы приводите всего одного консультанта. Четыре, запятая два. Четыре дня. За четыре дня одного консультанта. Статистика. Вот статистика хорошая. Пять контактов в день дает одного консультанта. Я люблю эту статистику, потому что я по ней работала. Я по этой статистике сделала квалификацию за три месяца. Я каждый день пяти новым консультантам, пяти людям говорила. Я фаберлик, рассказывала кому, что было интересно. Обязательно, пока пять не пройду, вот пока пяти не расскажу, не успокоюсь. Поэтому вот есть такая статистика моя. Пять контактов в день, личный контакт, общение, дает одного нового консультанта. Десять контактов в день дает двух новых консультантов. Один контакт, это на один контакт затрачивается где-то в среднем 30-40 минут, но это по-хорошему, если поговорить. Обычно это затрачивается 15-20 минут. Рассказать, подать, потом где-то еще встретиться. Но даже возьмем, что предположим, вы осознанно делаете 30-40 минут, беседуете с одним контактом. То есть смотрите, пять контактов в день, это где-то полтора или два часа в день работы. Десять контактов в день, это где-то три или четыре часа в день работы. Если вы за четыре дня приводите всего одного консультанта, если кому-то сейчас прям вот по голове стреснуло, простите, мои дорогие, но задумайтесь. Получается, что вы приводите в день 0,07... А! Вы работаете в день 0,075 секунд всего лишь. То есть вопрос. Для того, чтобы... Если вы говорите, что я хочу достичь квалификации директора, я хочу получать большой доход, я хочу, чтобы признавали мои заслуги, я хочу, я великий хочуха, тогда посмотрите, что вы делаете. Сколько времени в день в каждый вы работаете? Сколько вы делаете контактов в день? И задайте себе вопрос, что я делаю каждый день? Чем я занимаюсь? Если, коллеги, у вас приходит меньше пяти новых консультантов за период, тогда я не знаю, чем вы занимаетесь. Вот это и называется ИИБД, имитация бурной деятельности. Там побегал, тут поделал, тут-тут, а контакта не произошло, а результата не произошло. То есть нет осознанных и правильных действий. Завтра Дарья будет давать у нас шикарную тему по поводу технологий, методов, точнее не технологий, для методов. Какие есть методы у нас в оффлайне и в онлайне, и какие методы дают какую статистику. И вот вам завтра будет очень хорошо бы задуматься, какие методы вы применяете к самому себе. Вот здесь вот задумайтесь о том, делаете ли вы что-то для того, чтобы получить удивительный момент благости для себя и для своей семьи, начиная с квалификации директора. Переходим к следующему слайду. Все понятно там? Скорее бы завтра? А сегодня уже не хотите? Все? Переходим к следующему слайду. Смотрите. Очень важно принять для себя решение. Во-первых, мы с вами вот сейчас очень много рассуждали по показателям, по статистикам. Я вам хочу сказать, что именно технический способ очень быстро дает результат. Важно определиться, что важно именно для вас, то есть, что вы не делаете. Определите, что вы не делаете и что вам надо делать. Определитесь, с чего именно вы должны начать. Следующий момент. Какой результат наилучший будет для вас? квалификация директора или квалификация старшего, то, о чем мы говорили в самом начале. И следующий момент. Как это повлияет на баланс вашей жизни? Именно вот эти действия. Что изменится лично с вами, вокруг вас и вообще в окружении, которое вас окружает? Что изменится, что произойдет? Давайте посмотрим еще несколько моментов. Смотрите, существует несколько схем построения структур. Очень часто многие мне задают вопрос, какой схемой лучше строить. Коллеги, честно скажу, не имеет значения, какой схемой вы будете строить. Я, конечно, делаю акцент, что 2 плюс 2, 1 плюс 1, плюс 1 нежелательно, но даже эту схему можно использовать буквально на небольшое количество времени и потом тут же переходить уже на следующую пи... Вот, кто-то говорит ромашкой. Я вам говорю, что в принципе не имеет значения. Вот не имеет. Потому что любая схема, она будет эффективна, если вы будете ее делать. Потому что любая схема дает результат. Если вам удобнее технически выстраивать, например, привели четверо человек и пусть каждые четверо привели по четверо, а те четверо привели каждый по четверо, это вот справа внизу картинка. Или, например, привели вы 5 лидеров и каждый должен привести по 5 лидеров и те 5 тоже по 5. Какая разница? Хотите по 6 сделайте, это не зависит. Вот как следующая картинка. А можно просто приводить в первую линию, как вы говорите, ромашкой, но в то же время давать задание этой ромашки каждому, чтобы каждый приводил себе ромашкой. И тогда у вас получится мощная красивая структурка. Хотите выберите схему ромашки, хотите выберите схему лидерскую, хотите выберите схему какую хотите. Важно, чтобы вы определили я буду это делать, я буду так двигаться. Важно, чтобы у вас было, чтобы общее количество людей было не менее 300 консультантов. Не менее 300, 300 привести в свою структуру. И тогда вы увидите, как вы достигнете очень быстро квалификации директора. Но все-таки несколько показателей я вам скажу. Вот смотрите, по техническому способу роста 30 консультантов, которые сделают по 100 баллов, даст вам 3000 баллов. Это квалификация директора. 60 консультантов, которые сделают по 50 баллов, дадут вам 3000 баллов квалификацию директора. 120 консультантов, которые по 25 баллов, дадут вам 3000 баллов. 240 консультантов по 12,5 баллов, дадут вам 3000 баллов. 300 консультантов по 10 баллов, дадут вам 3000 баллов. Не важно, какую схему вы выберете. Выберите свою схему, которая будет комфортно лично для вас просто поставьте планку 300 консультантов и начните это делать мы дальше рассмотрим как можно разбить эти 300 консультантов не надо ждать надо брать просто и делать так вопрос если есть мнение что когда люди людям помогаешь строить структуру то есть вести общие ветки то это стимулирует людей к движению действиям вы знаете я могу вам сказать один момент есть такое мнение и есть кто это делает и это их выбор у меня в структуре были такие моменты когда я помогала и самое удивительное что именно эти люди кому я помогала они перестали что-то делать они все время надеялись на меня они на себя поэтому вот в этой ситуации можно индивидуально договариваться и делать вот я могу сказать что в данной ситуации я не против помощи коллеги я вам серьезно говорю но я для себя приняла такое решение я лучше обучу как это сделать чтобы независимо будем мы дружить с этим консультантом будем мы рядышком или нет независимо от этого главное чтобы это чтобы консультант стал профессионалом и сам научился есть такое правило не дайте рыбу а дайте удочку и научите ловить эту рыбу да 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 правильно вот мария тоже дайте удочку пусть у человек научиться тогда человек сможет вот при любых обстоятельствах сделать сам при любых обстоятельствах обучить своих консультантов и своих лидеров человек становится профессионалом и когда он достигает квалификации директора он не только в цифрах директор он еще в мышлении директор потому что иногда бывает человек достигает квалификации а он еще не догоняет вот знаете как мозгом не догонять ну что развитие не произошло произошел этот экстренный быстрый рост благодаря тому что его вытолкнули и он не понимает что делать дальше поэтому я за то чтобы осознанность была поэтому вот здесь неважно неважно что вы выберете вы возьмите просто то что удобно для вас то что комфортно для вас и распишите это смотрите я просто хотела показать такую картиночку что в принципе кому-то удобнее работать через интернет кто-то удобнее работать в офисе кто-то кому-то удобнее вот именно выходить на продажи кто-то будет только продавать кто-то будет просто пользоваться вашей структуре важно понимать общее количество людей должно быть 300 тут написано 125 это по минимуму вот поставьте планку 300 и и вот вот во всей структуре тогда вы увидите как это будет быстро расти насколько быстро вы сможете достигать больших квалификаций смотрите а осталось совсем немножко коллеги потерпите как же сделать квалификацию директора вот я попробовала все-таки разжевала разжевала теперь разжую на одном примере то есть на одном примере цель квалификация директор за полгода вот предположим вы ставите себе цель квалификация директор за полгода открыть квалификацию задача 300 консультантов за полгода это восемь периодов просто если посчитать по три недели восемь периодов это как раз шесть месяцев мы просто считали если там строится два периода ну немножко по-другому получится но если взять чистыми по три недели то восемь периодов это полгода расчет берем 300 как считать берем 300 консультантов вот вы когда будете себе писать может вы поставите планку за три месяца или за три периода может вы поставите год но как рассчитывать вот мы в берем за полгода 300 консультантов делим на восемь периодов у нас получается что в один период к нам должно приходить 37 с половиной новых консультантов это за один период каждый период у нас должен приходить 37 с половиной новых консультантов если мы выявляем или приводим пять лидеров прям вот с этих и новичков то то или потенциальных лидеров или будущих партнеров предположим вы мы выявляем пять человек ну вот как пример как схему я вам показываю вот можно такую схему взять вы один плюс пять ваших лидеров вас становится 6 берем округляем эту сумму новых консультантов не 37 с половиной чтоб там кому-то уши достались берем 40 новых консультантов делим на вас 6 лидеров получается 6 целых шестьсот шестьдесят шесть новичков то есть каждый должен привести за период всего семь новых консультантов то есть если вас шесть лидеров то вам нужно чтобы каждый привел по 7 новых консультантов за период за один а у нас их восемь и это повторить нужно восемь раз давайте посчитаем сколько это проработка в день если у нас период три недели 21 день мы с вами рассчитывали делим на семь новых консультантов это за три дня всего одного консультанта смотрите это очень легкий способ не напрягающий помните как я вам говорила что если приводить например каждый день то результат будет гораздо быстрее если вы будете каждый день приводить и ваши люди каждый день по одному не ляжете спать пока не приведете по одному то результат будет гораздо быстрее но если взять даже вот этот способ за три дня всего приводить вы и ваших пять лидеров по одному новому консультанту каждые три дня каждые три дня в течение каталога и чтобы у каждого было по семь новых консультантов за один каталожный период получается если это повторить восемь периодов подряд то квалификация директора у вас кармане как вам это нравится кому-нибудь такая схемка поставьте мне пожалуйста кому нравится восклицательный знак кому не нравится поставьте минус поставьте мне пожалуйста чтобы я видела понимала смотрите ли вы меня слушаете ли меня о юле нравится спасибо большое вот коллеги смотрите вот возьмите и подумайте сами над собой подумайте проанализируйте и определите для тебя для себя помните вам говорила определите сроки когда вы хотите достичь директора и уже вот это пропишите сделайте такие расчеты и начните действовать на практике на практике я согласна что сложнее но если просто эту цель вот держать в голове и делать то это абсолютно реально я могу сказать что когда мы только запустили наш проект наш проект вот онлайн проект для структуры у меня была мечта чтобы к нам структуру каждый период приходила по сто человек я я боялась подумать об этом но я знаете как дрожащими руками это записала и когда у нас это произошло я сказала ухты а я хочу чтобы у нас 200 человек приходило в структуру каждый период за три недели когда у нас стало приходить по 200 я сказала ухты вот знаете как вот страшно подумать реально замыслить реально расписать потому что кто-то в ваших структурах будут люди которые будут делать за один каталог по 100 человек а не по 7 будут реально придут такие люди которые будут это в легкую делать а кому-то достаточно будет всего семь новых консультантов но если вы возьмете это направление распишите себе сколько должно быть каждый день сколько должно быть в неделю и сколько должно быть за период и сколько периодов это повторить то вы увидите результат потому что вот те люди которые приводят людей просто приводят вот у них есть результаты и я это вижу насколько они начинают расти двигаться двигаться и двигаться пять заданий на проработку вам коллеги я буду заканчивать первое задание на проработку одно дело пригласить что с ним дальше делать надежда очень хороший вопрос у нас есть специальное обучение пожалуйста вот этот момент мне нужно чтобы вы написали вы есть у нас в чатах коллеги задайте вопросы в чатах я обязательно или напишите мне лично мне курячий я найду вашего наставника определю несколько направл направлю вас что с ними делать потому что возможно вы просто не видели эти видео в которых у нас четко прописано но даже несмотря на это хороший момент у нас со следующего вот со следующей недели начинается обучение для новых консультантов вы можете прийти сами привести своих новичков где мы им будем давать задания показывать что им надо делать то есть у вас у каждого есть это подспорье от нас от наставников вышестоящих возможно вы просто чего-то не знаете поэтому мы замыслили что и будем делать теперь обучение что у нас будет школа для новичков по понедельникам у нас будет по вторникам школа именно по бизнесу и по пятницам каждую пятницу у нас будут школы по продукту поэтому для разной категории людей будут определенные направления дополнительно еще будут лидерские обучения это будет отдельно итак пять пунктов заданий вам на проработку первое спланируйте дату достижения квалификации от директора вот то есть квалификацию от директора то есть директора и чуть больше спланируйте не просто квалификацию 3000 спланируйте 4000 баллов тогда вам легче будет двигаться второе сделайте расчеты по своим целям вот как например вы поставили свою цель и то что я вам выше показывала сделайте эти расчеты вы сможете пересмотреть это видео потому что оно у нас будет в записи что значит сделать расчеты по целям через сколько периодов вы откроете директора это первое второе рассчитайте сколько новых консультантов структуру должны приходить каждый каталог к вам третье рассчитайте сколько это это новых консультантов почему написала это рассчитайте сколько этих наверное новых консультантов должны прийти каждую неделю то есть за период и в неделю распишите и разбейте по каждому дню количество прихода новых консультантов потому что когда мне кто-то говорит я не могу одного консультанта каждый день это нереально коллеги поверьте мне было нереально я поставила себе план однажды я каждый день пока не лягу спать приводила одного новичка каждый день регистрировал одного новичка было сложно потом вошло в привычку потом я поставила планку 2 новичка в день сейчас мою В мою первую линию приходят 3-5 каждый день, уже в привычке, поэтому надо попробовать. Третий момент. Выявите или приведите вновь своих потенциальных партнеров. То есть приведите вновь, я имею в виду, что новичков, или выявите в своей структуре партнеров. Проведите с ними бизнес-встречу и определите их цели. Что значит бизнес-встречу? Поговорите просто с ними. Я образно говорю бизнес-встречу. Поговорите с ними, чего они хотят, к чему они хотят прийти, как они планируют это. Распишите, покажите то, что вы обучились, расскажите им и вместе с ними попробуйте прописать вот эти вот цели в показателях. Следующее. Распишите по показателям, сколько им необходимо приводить новых консультантов в каждый каталог, чтобы у них был план, чтобы они видели этот план и двигались по нему. Следующее. Дайте им задание и помогите им пройти все обучения для становления. Что значит пройти все обучения? Это включить их в наши все ресурсы, потому что у нас огромное количество обучения. И прям за руку контролируйте, пришли ваши люди на обучение или нет. Вот, например, завтра Дарья будет шикарную тему давать. Приведите их с собой за руку. Проверьте, проконтролируйте, пришли они вместе с вами или нет. Потому что, когда ваши люди обучаются, вам легче говорить с ними на одном языке. Если люди не обучаются, они так и будут задавать вам вопросы, о которых вы сегодня многие уже узнали, ответы на них. Четвертое. Заведите себе график по показателям, сделайте себе табличку, как вам удобно, в тетради, в гугл доке, как удобно, без разницы. У нас там есть показатели. Сделайте, как вам удобно. Пусть у вас будет график, где будут лично по своим показателям, то есть сколько новичков должно быть, и по своим лидерам. Спасибо большое. Отметьте даты, когда и, то есть по дням, по неделям, то есть по датам, по периодам и показателям. И контролируйте. Возможно, если вы сделаете это в тетрадке или, например, в экселевской таблице, вы можете отмечать, так, зарегистрировал новичка, и мой консультант тоже зарегистрировал, раз отметили определенным цветом, значит выполнено. Если не выполнено, значит переносится на следующий день. То есть ведите этот контроль. Когда вы видите эти показатели, вы понимаете, где вы пропустили, где лишнее время потратили, где, вот именно потратили, где, может быть, не доделали что-то. Вот это важно. Поэтому обязательно сделайте себе такую таблицу. Отметьте даты, количество новых консультантов и колонку по включению их в стартовую программу. Потому что одно дело приводить новичков, другое дело показывать, как важно включиться в стартовую программу и какие подарки они могут получить. И уже можете отмечать, прошли ли ваши новички в стартовую программу, включились или нет. И пятый момент. Контролируйте показатели по датам и регулируйте их по выполнению. Спасибо большое, Надежда. И последний слайд для вас. Для успеха не надо быть умнее других. Надо просто быть. Надень быстрее большинства. Вы знаете, информация, которую вы получаете, она работает 72 часа. Если вы за 72 часа не сделаете ни одного шага к своему достижению, квалификации директора или генерального партнера, то эта информация умрет. Умрет просто... Она просто умрет. Она выдохнется. И у вас ничего не получится. Поэтому, коллеги, начните или сегодня вечером уже делать это, или завтра утром. Продолжение следует...